Мы в последний раз в 2019 году были. И когда узнали, что открылась граница, особенно когда проходить по спискам, то сразу было принято решение, что мы поедем. Именно этого момента здесь ждали многие. А в последние дни у турфирмы обрывали телефоны. Фуюань, что всего в четырех часах от Хабаровска, стал еще ближе. Раньше путь удлиняло оформление виз по прибытию. Теперь можно ехать без них. Китайцы очень добрые. Они дарят подарки. Возвращают за деньги визу 145 юаней. Всякие скидки на массажи, на рестораны, на кафе. Гостеприимство соседей дальневосточники из России уже оценили. А этим туристам не нужны и дополнительные документы. Они первые пересекут границу по упрощенному режиму. На китайской стороне люди, которые следуют по безвизовому списку, они должны быстрее пройти пограничников, чем люди, которые едут по визе по прибытию. Потому что оформление самой визы по прибытию занимает определенное время. Процедура по списку проще. И если авиаперелет скорее для бизнеса или студентов, то этот речной пункт пропуска в первую очередь работает на путешественников. По групповому списку они идут отдельно, мимо общей очереди. Потребитель, он должен обращаться к туроператору. И уже туроператор формирует списки. Группа не менее пяти человек должна выехать в одни и те же даты, в одни и те же сроки туда и обратно. Максимальное пребывание 15 дней 14 ночей. Эти условия по межправсоглашению должны быть выдержаны. Путешествовать самостоятельно из Китая в Россию тоже стало проще. Теперь можно получить электронную визу для делового или туристического визита. Участие в мероприятиях. Необходимо заполнить заявку на сайте МИДа. Для получения электронной визы не нужны приглашения или документы, подтверждающие цель поездки. Ее оформление занимает не более четырех дней. Это стало особенно актуально. Ведь ожидание прежнего формата документа порой доходило до месяца, когда число желающих начало резко расти. Туристы из Канэр этой возможностью уже активно пользуются. Это очень важно. Чтобы приехать сюда, нам потребовалось сейчас совсем немного времени для получения документов. Для китайцев уже открыто много стран. За короткое время можно приехать сюда. Мы так долго этого ждали. Я желаю, чтобы еще больше туристов сюда приезжало. Мне очень понравились красивые, дикие места природы, где совсем нет людей. Там только горы, поля, море. Можно выходить на корабле и можно любоваться дикими животными. Именно нетронутая природа Дальнего Востока России привлекает искушенных туристов. Маршрут для них объединяет лучшие точки нескольких регионов. Для тех, кто далеко ехать не хочет – городские прогулки. Им интересно наши открывающиеся возможности в России. То есть это возможности посещения тех же Курил, Сахалина, Камчатки. Поскольку китайский турист очень требовательный. Если мы научимся принимать именно китайского туриста, этот сегмент, то тогда у нас и хорошо будет для нашего же туриста. Возобновление действия межправительственного соглашения туристы по обе стороны Амура ждали больше полугода, как только начало восстанавливаться сообщение между Россией и Китаем. Для Хабаровского края турист из Китая – это потенциальный, самый главный иностранный турист. Уже сейчас мы планируем, что порядка 6 тысяч человек у нас по безвизовому соглашению и по визе, возможно, въедут в наш регион. С электронной визой пересечь границу можно практически в 100 пунктах пропуска России. Для безвизовых поездок тоже постепенно открывают коридоры. Туроператоры рассчитывают, что уже скоро и путешественников из Китая в ближайших городах Дальнего Востока будет все больше. Татьяна Шевчук, Алексей Шабельников, CGTN. Китайская технологическая компания TPV базируется в городе Симэнь, провинции Фудзянь на юго-востоке Китая. Это крупнейший в мире производитель жидкокристаллических мониторов. Более 20 лет компания работает также на рынке Бразилии, за штаб-квартирой в Манаусе, столице штата Амазонос. Сюда из Китая поступают комплектующие, которые силами более чем тысячи местных сотрудников превращаются в готовую продукцию. Дизайн и разработку продуктов мы выполняем в Китае. Зайдем, экспортируем комплектующие на наш бразильский завод, а там из них собирают годовые мониторы. В начале этого года в Бразилии на конференции, организованной инновационным центром БРИКС, было подписано соглашение по продвижению партнерства в области промышленности между странами объединения. Заявленная цель – новая промышленная революция. Помочь в этом должны координация принимаемых мер, обучение персонала и разработка совместных проектов. Инновационный центр БРИКС создала платформу для коммуникации и сотрудничества между предприятиями и правительствами. Это также дало нам больше возможностей для оценки потенциала празийского рынка, благодаря чему мы можем лучше планировать наши шаги. Один из плодов этого сотрудничества – запуск грузового авиамаршрута из Семеня в Сан-Паулу. Это первый грузовой маршрут, связавший город с Латинской Америкой. В основном на этом рейсе мы отправляем электронику и фармацевтическую продукцию. В провинции Фудянь крупные производители обуви и одежды. Поэтому этим рейсом во Бразилию также отправляется много одежды и обуви. В прошлом году импорт и экспорт товаров из города Семень в страны БРИКС в сумме превысили 13 миллиардов долларов. Рост на 30% год к году. Из этой суммы почти треть пришлась на торговлю с бразильскими компаниями. Гошин Юй, Убин, CGTN.